Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих фаворитах. Их немного, но тем не менее они есть. Начну с ухода. Фаворит, фаворитович фаворитов Перекон МД. Обожаю марку Перекон МД. У меня было много их кремов, средств. Люблю. Это умывалка, гель для умывания, джентл клинса, гипоаллергенный, бесподобный. Вот у меня уже половины баночки нет, поэтому могу сказать вам свое мнение о нем. Я когда его покупала, у нас уже был конец зимы, кожа была очень сухая. Нужно было какое-то дополнительное увлажнение, питание и так далее. Вот эта вот умывалка, мне посоветовал ее консультант, идеально подошла мне вот под этот период. Не стягивает, не раздражает, не щипит после нее, знаете, кожа. Вот когда кожа сухая, иногда вот после умывания, пощипывания. Здесь такого нет, поэтому вот прям рекомендую вам на зимний период, если вдруг у кого-то есть доступ к марке, обратите внимание. Перекон МД в паре с этой умывалкой я взяла себе Нуришин Моистерайзер, питательный крем. Там, по-моему, есть экстракт оливы и много вообще разных других полезных веществ. Вообще перекон, все ингредиенты рабочие. Все ингредиенты рабочие, все ингредиенты направлены на восстановление, омоложение и так далее. Молоденьким девочкам, наверное, не подойдет, а уже старушальцы, как я. Шутка. Нет. Пробуйте, пробуйте, девчонки, пробуйте именно на зиму. На зиму, когда коже нужно дополнительное питание, дополнительное увлажнение, идеальный крем. Универсальный для утра, для вечера подходит. Подходит для зоны под глаза, вокруг глаз. Видите, сколько я уже использовала, поэтому я смело могу вам сказать, крем бесподобный. Пахнет очаровательно, жирненький, такой вот прям хорош, хорош, очень хорош, очень. Если мне нужно было дополнительное питание, дополнительное увлажнение, поверх крема я еще наносила масло. Но иногда мне это было нужно, иногда нет, поэтому я не показываю вам. Показываю именно два вот этих крема. Декоративная косметика, фаворит и новинка моей косметички. Это тональный крем от компании, от марки Hourglass Vanish, в оттенке ванилла. Вот так вот он выглядит. Он сейчас на моем лице, и в последнее время все видео, которые вы видите, видео видите со мной, я использую именно вот этот крем Vanish от Hourglass. Очень плотный, очень такая у него минимальный расход. Вы знаете, там нужно его буквально пол капельки на все лицо, на зону декольте, если вы хотите, да. Ну вот видите, да, насколько он плотный. Он очень, очень плотный, очень. Перекрывает все, все недостатки, все покраснения, круги там под глазами, я не знаю, все, 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 все. Если вы хотите какой-нибудь хороший такой классный крем для лица на выход, какие-то торжественные мероприятия, я бы смело его порекомендовала, потому что он вот делает прям вот лицо кукольным, кукольным. Ну потом, конечно, пудрой, румяной, конечно, все знают, да. Но вот мне понравился. Большая линейка оттенков, ну вот я подбрала себе ванила. Я очень довольна, использую его в каждом видео сейчас, и пару раз ходила на выход. Стойкость отменная, держится просто весь день, весь вечер, и бесподобно уходит в ночь. Не сползает, не тянет за собой вашу другую косметику. В общем, бесподобный, как прибитый сидит, короче. А Шантекаль Фьючер Скин – это мой каждодневный крем. Я стараюсь сейчас не ходить с голым лицом на улицу, потому что все-таки загрязнение, все вот эти вот дела. Ну зачем? Пусть будет хотя бы какая-то такая защита. Тональный крем? Почему нет? А Шантекаль Фьючер Скин, я знаю, вариант далеко не бюджетный. Но это вот моя вторая баночка. На мой взгляд, он стоит этих денег, которые я за него хотят. Мне он очень нравится. Очень, очень нравится. Он увлажняет на водной основе. Классный, очень классный. Я его, кстати, попробовала наносить сейчас с кистью. Тоже здорово. Тоже здорово получается. Такой вот глоб, знаете, эффект такого сияния. Хороший, хороший. Помада. Помада, вот сейчас она на мне. Мой просто вот фаворит номер один. Это, я вся в тональном креме, она такая заляпанная немножко, простите. Аурглаз, вот такая вот сигаретка. Очень мне нравится это оформление. В цвете No One Knows. No One Knows. Вот такой вот красивый нюд. Я уже сказала, он у меня на губах. Вот так вот он выглядит в стике. А, не в стике, а как это называется-то? Вот такая. Классная. Мне нравится. Очень приятно пахнет. Не стойкая, как вот. Ну, многие любят просто стойкие помады. Нет. Она у вас, ну, нормально держится. Ну, можно с ней есть. Ну, потом чуть-чуть подкрасит, например, губы. Ну, такая. Я люблю такие помады. Я не люблю стойкие помады. Они мне очень сушат губы всегда. Так. Если говорить про лаки. Я перестала делать шелак и гель и так далее. Я сама сейчас крашу ногти. Давно уже, как вы заметили, обстригла их. Смитс Эн Культ. Вот такой вот лак. Подожди. У меня все в тональном креме в этом. Вот так вот подотру. Смитс Эн Культ. Вот это вот просто вот хит. Для меня это мега хит. Оттенок Ghost Edit. Ghost Edit. Сейчас я вам его настрою. Ghost Edit. Это полупрозрачный лак с подтоном. Таким бежевато-розовым подтоном. Вот он просто выравнивает ногтевую пластину. И придает ей такой натуральный, свежий, здоровый цвет. Я не знаю. Ну, она и так у нас здорового цвета, да? Розовая. Но вот он придает этот блеск. И вот какое-то такое... Ну, как будто вы реально были у косметолога, у маникюрщицы. У мастера по маникюру, да? И вот сделали вот такой красивый, аккуратный, классический маникюр. Если два слоя, еще лучше. Ну, если нет времени, я вот прям вот один слой крашу. Моментально сохнет. Ну, и ногти выглядят потрясающе. Очень мне нравится. Смитс Эн Культ. Ghost Edit. Ну, мне нравится еще оформление. Вот так вот потом эту крышку снимаете. Ну, и вот там такая штучка. Хорошие. Хорошие лаки. У меня есть еще пара оттенков. Но вот этот вот самый-самый популярный у меня в моем рейтинге лаков. И аромат. Какой я люблю в последнее время аромат. У нас так уже потеплело. Бореда Бланш. Бореда Бланш – это просто мой личный наркотик. Я не знаю. Это в меру порошковый. Слушайте, если это и порошок, то очень дорого пахнущий порошок. Такой класса такого прям супер-люкс. Порошковый, чистый, хрустящий, свежий. Ну, то есть дарящий вот ощущение вот этого. Вот просто вот только-только вы вышли из душа. Такая вот прям вся свежая. Чистоты. Аромат чистоты. Реально для меня аромат чистоты. В течение дня носятся великолепно. Невероятно стойкие. С красивым очень шлейфом. Я и на улице улавливаю часто шлейф от других. Очень мне нравится. Бореда вообще достаточно популярная марка. Несколько раз я уже угадывала на девушках джипси-вота. И прям так. Ну, я люблю, когда я чувствую шлейф. Я люблю людям говорить. Ну, типа, как здорово-то вас пахнет. Это, это, это. Ну, и они так удивляются. Им приятно. И мне хорошо, что я угадала. Поэтому вот с Бореда у меня в основном промахов нет. Бланш и джипси-вота я угадаю с двух нот. С двух нот. Я их угадаю. Дальше хотела показать вам очки. Тоже ношу их постоянно. Как уже сказала, у нас такое летнее настроение уже нарисовывается, вырисовывается. Так, вытру их немножко. Они пыльные. И я достала свои летние окуляры. Вот такие голубые. Не хожу. Очень мне они нравятся. Они такие ретро. Я, я люблю все ретро. Вы знаете, ретро винтаж. Стиль 60-х, 50-х, 70-х. Туда, туда, туда. Обожаю. Обожаю вот эти вот очки. Ну, мои прям вот самые практически любимые. Да, вот такие вот очки. Рубашка, как вы видите, тоже. Она немножко ретро. Нашла ее на барахолке. Стоит просто вот копейки, хлопок. Люблю сейчас очень лавандовый цвет. Лавандовый цвет. У меня уже есть свитер, платье, рубашка, юбка. Ну, может быть, потом покажу в покупках. Что-то меня прям пробило на лавандовый цвет. Очень мне нравится. Ну, мне кажется, мне идет. И к лету хорошо. А фавориты вот как бы вот этих вещей закончились. По фильмам. По фильмам затмил вообще все впечатления и все, как бы, эмоции от просмотренных фильмов других. Это фильм Тарантино. Once upon a time in Hollywood. Однажды в Голливуде. Обожаю. Обожаю. Обожаю, обожаю, обожаю. Мы ходили всей семьей. Но, знаете, такое погружение вот просто в мою самую любимую эстетику. Вот это просто. Это фильм. Я... Ну, это вот мое. Это мое. Вот этот стиль. Эти дома. Как они одеты. Мебель. Ну, все. Ну, ребят, машины. О, чемодан. Ну, этот фильм я просто смотрела и балдела. И балдела от диалогов, от актеров, от сюжета. Роман Поланский вообще мой самый любимый, один из самых любимых в режиссерах. И эта история с его женой Шерлин Тейт, она, конечно, очень такая... Ну, на всю жизнь запоминается. И я не знаю, если кто-то не знает, что там с ними потом произошло и вообще как и почему, почитайте перед тем, как идти на фильм, жена Романа Поланский, вот как все там было. Ну, вы сразу найдете. Ну, я думаю, все знают. Я думаю, все знают, я не буду об этом говорить сейчас. Невероятный Ди Каприо, невероятный Брэд Питт. Слушайте, от Брэда Питта я вообще обалдела. Обалдела, так выглядит, такой красивый мужик вообще. Когда он сделал этой собачке своей... Мы теперь всей семьей делаем нашему коту так. Но он не реагирует. Он не реагирует. Так что вот этот фильм, он вот прям затмил все, что я смотрела. Даже вот не помню. Вот не помню, что еще мне вот понравилось. Once Upon a Time in Hollywood. Вот прям мой теперь самый любимый фильм у Квентина Тарантино. Как он красиво все вот это раскрутил, вот эти девочки. Когда они только появились, я сразу поняла, кто эти девочки. Когда вот они вот такие шли там, собирали по помойкам эти продукты. Стиль. Ну, я уже говорила, я уже не буду повторяться. В общем, это прям вот мой самый-самый-самый-самый-самый фаворит. В цветах это лаванда. В книгах ничего, к сожалению. Ничего, к сожалению. Про книги не могу вам сказать. Вот пока только вот это. Рисую, пишу картины. Вот этим пока живу. Поэтому на этом, пожалуй, все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Напишите, пожалуйста, какие у вас были фавориты. И понравился ли вам фильм «Однажды в Голливуде». Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...